Итоги олимпийских и паралимпийских игр в Сочи хорошо известны. Российская сборная сильнейшая в мире, а такого уровня проведения подобных соревнований в истории олимпийского движения еще не было. Вопросы остаются к судьбе олимпийского наследия, первый из которых, что будет с аренами, где ковались олимпийские победы. Вице-премьер правительства Дмитрий Казак на встрече с сенаторами сегодня главный докладчик. Два спортивных олимпийских объекта, центральный стадион и большая ледовая арена будут переданы в собственность Краснодарского края. Что касается центрального стадиона, то вы знаете, они все являются региональными, он будет использоваться для проведения чемпионата мира по футболу. А на этот период станет тренировочной базой для краевой команды, которая в настоящее время, Александр Николаевич здесь подтвердит, формируется на базе этого стадиона в городе Сочи. На базе крытого конькобежного центра планируется создание теннисной академии. Сочи имеет богатые традиции по развитию тенниса и в настоящее время вместе с федерацией тенниса администрация Краснодарского края прорабатывает вопрос создания такой теннисной академии. Сочинская олимпиада стала беспрецедентным инвестиционным проектом, говорит Дмитрий Казак. Таких масштабных строек не только в России, в мире еще не было. Помимо спортивной инфраструктуры, в Сочи сделано все для долгосрочной перспективы развития города. Сотни километров новых дорог, коммуникаций, масштабная реконструкция прошла в жилищно-коммунальном хозяйстве курорта. Отремонтированы десятки объектов образования, здравоохранения, культуры. Город стал доступным для людей с ограниченными возможностями. И впервые в России появился полноценный горнолыжный курорт мирового уровня. Все создавалось не только с прицелом на Олимпиаду, в расчете на дальнейшее развитие Сочи как круглогодичного курорта. О бизнес-планах края сенаторам рассказывает губернатор Александр Ткачев. Ледовая арена. Ну что мы можем с ней сделать? Конечно, это в основном по ценам 50 будет содержание бюджета. И, конечно, мы будем использовать на коммерческой основе хоккейная команда. Хоккей нужно еще привить, приучить болельщиков Сочи, Большого Сочи, туристов приходить на... А команда будет играть КХЛ, и уже есть название. В большинстве случаев хочу предупредить занавеси. Это сочинские леопарды. Вот такое у нас название. Естественная футбольная команда, в том числе 40-тысячный стадион. Конечно, это огромная инфраструктура. И понятно, что, повторюсь, какое-то время она будет использована за счет бюджета. Но такие объекты, как, например, медиа-центр, 160 тысяч квадратных метров, он будет использоваться в двойного значения. И мы уже сегодня перепроектируем его. И в будущем году, и уже в этом году форум сочинский мы будем принимать именно в этом помещении. Конечно, формула-один. Мы максимально сделаем все, чтобы этот объект приносил прибыль и был коммерческим. Это, конечно, Диснейленд, то, о чем говорил Дмитрий Николаевич, и так далее. Но за вход в парк мы не собираемся брать деньги, продавать билеты, потому что это принадлежит народу России. И мы считаем, что вход должен быть бесплатным. И все должны действительно приходить, наслаждаться набережная 6,5 километров. Что касается вопросов финансирования, содержания олимпийских объектов, пока это все в сфере ответственности края и инвесторов. Если же возникнут трудности, правительство обещает помочь субсидиями. Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемый Александр Николаевич, Дмитрий Николаевич, еще раз хочу от имени Верхней Палаты сказать вам огромные слова благодарности за то чувство гордости, которое вы доставили нашей стране, за то, что вы справились с колоссально трудной задачей, за то, что вы создали уникальную инфраструктуру, не только спортивную, инженерную, в сжатые сроки, высокого качества, высокого уровня. Безусловно, Сочи преобразился. То, сколько сделано было в Сочи и федеральными властями, и региональными властями Краснодарского края, это вызывает огромное чувство уважения. Поэтому, Дмитрий Николаевич, в первую очередь вам, как руководителю всего этого крупнейшего объекта, Владимир Владимирович, который создал вот эту команду дееспособных людей, которые смогли все это реализовать, оргкомитету Сочи, кубанским властям, нашему бизнесу, жителям Сочи. Впереди новые задачи, как это содержать, как это эксплуатировать, как это сохранить, как это загрузить, чтобы этим жила и дальше вся страна. Это, конечно, задача тоже крайне важная, но та команда, которая работала, работает под вашим руководством, я думаю, с этим справится. Правительство уже подготовило комплекс мер, которые должны обеспечить круглогодичную загрузку курорта. Это не только крупные культурные, спортивные и политические мероприятия международного уровня. До конца апреля решат вопросы льготных авиабилетов в Сочи. Кроме того, порт и аэропорт города войдут в список пунктов, где для иностранных граждан будет действовать упрощенный визовый режим. Олимпийское наследие – это преддверие огромного труда, огромных планов, которые нужно будет осуществить для того, чтобы все, что досталось Краснодарскому краю, городу Сочи, чтобы это все было рачительно, все приведено в жизнь. Мы будем держать внимательно на пульсе. Мы на следующем заседании обязательно вернемся к рассмотрению этого вопроса. Я хочу сказать, 50 предложений, вот такая круглая цифра, дополнительно поступили от членов Совета Федерации в постановляющую часть по этому вопросу. То есть там есть конкретные реальные предложения от субъектов. Наследство от Сочинской Олимпиады, вернее от всего, что создано для ее проведения, жители Сочи получили еще одно невидное глазу, но очень важное приобретение. Последние исследования экологов показали – воздух на курорте стал чище в четыре раза. В правительстве же после ударной строительной олимпийской пятилетки решили подготовить законопроект о снятии административных барьеров в строительной отрасли. Кроме этого, в Совете Федерации сегодня предложили серьезно подумать над тем, чтобы законодательно оформить волонтерское движение в России. Яна Москаленко, Денис Москаленко, 9 канал, Москва.